Мы посмотрели сагу-фреску, огромную историческую Феллини, которая была, напомню, сделана как, в общем, одолжение продюсерам и зрителю. Но что делает Феллини, конечно, типично для него? Эти ожидания публики, скажем, покажите нам оргии Тримальхиона, покажите нам сексуальные подвиги Казановы. Феллини бросает, как такие объедки на стол в этот пир, потому что с чего вы вообще решили, что это должно быть красиво, или что это должно быть в данном случае сексуально? Всякий раз эти зрительские ожидания, такой жанровый настрой, рамочки, клише, Феллини разбрасывает и показывает, как ни странно, среди этого целлофана, декорации, театральные буфонады показывают реальность. Потому что это другая реальность, реальность фантазии, реальность нашего отношения, например, к людям. Вот посмотрите глазами современного зрителя так сравнительно на ключевые сцены. Например, живые женщины, как кажется, такие настоящие, они кажутся, конечно, наиболее отталкивающими, собственно, как и сексуальные сцены здесь асексуальные. А наиболее трогательные сцены, конечно, это его танец с автоматом. И поэтому механическая женщина, которая, как бы сказал славой Жижик, конечно, оттеняет механический характер его любви. И вот этот автомат, и сцены две с ним, одна в фантазии, другая в реальности, оказываются наиболее трогательными. Звучит музыка такая Бунелевской шкатулки музыкальной Нина Ротто, и они продолжают свой танец в вечности. В этом есть парадокс, загадка, которая в том числе носит очень современный характер, почему девушки, которых ты видишь на улице, особенно если они жуют жевательную резинку, и говорят «эй, бэ, я такая, короче», кажутся очень отталкивающими, а мраморные неживые психеи в Эрмитаже необычайно выражительными. Но это вот та же самая история, о которой, например, Гоффман написал новеллу «Песочный человек», помните, там молодой человек встречает девушку, прекраснейшую из всех женщин, правда она говорит только «ох-ох» и «ах-ах». На все его длинные любовные откровения она отвечает этими двумя междометиями, которые, говорит герой, казались ему иероглифами ее богатого внутреннего мира. Вот такие же иероглифы, эти, например, реакции автомата, эти обычные наши механические ответы на вопросы, разгадывает вроде бы и Казанова. Поэтому столкновение с одной стороны живого, но какого-то тоже искусственного, клишированного, а с другой стороны механического, этого мифа о Галтее и Пигмалеоне, это вот очень современная драма. И Феллини всякий раз умудряется выудить из исторического материала, даже довольно отталкивающего. Ну, известно, что по прочтению мемуаров Казановы, которые он сначала не собирался ставить, и только тогда, когда подписал контракт и вынужденно их прочел, Феллини сказал, что это вообще не литература и не мемуары, это инвентаризация. И поэтому просто такое механическое перечисление его подвига в достижении параметры, что ли, вот эти, например, там семь или восемь раз, сколько он в итоге получил. Ну, правда, это мало похоже на художественное письмо. Поэтому Феллини с неохотой взялся за этот текст, но умудрился разглядеть в нем именно современный смысл, потому что, еще раз возьмем этот миф, этот миф о Пигмалеоне, конкретно историю Гоффмана, то, что в отношениях с другим человеком нам обычно и достаточно этого ох-ох и ах-ах, это, конечно, говорит о нас и о современных нас, которые не воспринимают другого в его целостности. В чем драма Казановы? Самая важная, конечно, та, которую Феллини в других фильмах показывает. Я бы провел параллели не только с Сатириконом, но и, скажем, с Восьмю с половинами и Сладкой жизнью. Это тот же Гвида, который в кризисе, в поиске, который тоже не встречает человека, который бы оценил его целиком. И поэтому то, что мы воспринимаем другого как часть, например, только как сексуальный объект, как фетиш, то, что Казанова, который считает себя, может быть, и являлся поэтом, философом, ученым, далее по списку, актером, никому в таком качестве не нужен, всем нужен его скипетр, всем нужны его чисто механические достижения. Но разве в этом смысле что-нибудь изменилось за эти годы? Нужен ли нам в действительности живой человек? Или нам нужна статуя, как нужна, помните, и самому Казанове, потому что его образ женщины, тот, который сформировался с самых первых страниц книги и вот того, что мы с вами увидели, это тоже, помните, статуя, безжизненная молодая девушка, ну и дальше, дальше до любовного автомата. Поэтому, с одной стороны, вроде бы он, конечно, получает именно то, что он заслуживает, потому что его отношения, помните, например, на этом спортивном состязании отбросил женщину, как куклу использованную, и пошел дальше, и его понесли на руках. Ну, соответственно, и то, что он жалуется на эту невостребованность его как личности, его как целого субъекта, тоже достаточно закономерно. Да, это довольно интересная личность, если так поразбираться, это может быть такой режиссер фантазии, это человек творческий, и то, что его выбрасывают на помойку, он превращается в такого библиотекаря, тоже какую-то не меморизированную, музеифицированную, лучше сказать, статую, скульптуру, автоикону самого себя. Это, конечно, очень-очень современная драма. Так что трагифарс, можно его, конечно, очень просто определить латинской пословицей, omnia animal, triste post coitum, кто знает, всякая тварь грустна после соития, и все, что происходит с ним, все это грустно, 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 так что трагическая история, трагическая комедия, настоящий трагифарс. Я, пожалуй, тоже с латинских пословиц «Sig transit gloria mundi» фильм про идеально прожитую жизнь. Вот, собственно, от начала и до конца именно так современный человек и хочет прожить жизнь в максимальных наслаждениях, удовольствиях, и потом нет ничего прекрасней, чем богемская зима, конечно. Это говорю вам как человек, который каждый год проводит именно в том самом месте, где он закончил жизнь. К любому герою-любовнику, собственно, есть два вопроса. Вопрос про чувственность. И вот здесь обратите внимание, что вся чувственность, которую мы в этом фильме видим, она на стороне мужчин находится. Мужчины пишут стихи, мужчины плачут, мужчины любят, мужчины страдают. И вот всё, что можно назвать вообще человеческими переживаниями, испытывают мужчины. И несмотря на то, что такое количество женщин, ну, все такие веселушки-хохотушки в лучшем случае, да. И нет ни одного героя, который что-либо, женского, да, героя по отношению к Казанова испытывал, высказывал, чувствовал. Ноль, да. И вот для меня это здесь самое удивительное. Что всё, что происходит, это разговоры между мужчинами. Один мужчина другому дарит женщину, там, в знак дружбы, да. В другом случае два мужчины обсуждают смысл эротики. Что такое поцелуй, что такое прикосновение, да. Тот, кто никогда дурно не отзывался о женщинах, никогда на самом деле их не любил, да. Это такая вот философия. Это всё происходит между мужчинами. Поэтому к герою-любовнику всегда два вопроса. Что у нас там с гомосексуализмом, это раз, да. Почему нет ни одной гомосексуальной связи, если чувственность между мужчинами происходит, а женщины просто предметы. Ну, там 200, у тебя их 300 было, какая разница. А у Джакома Казанова, всем советую, кстати, почитать историю моей жизни, сколько девушек было у Казанова. Не так уж много, 120, да. За 70 с лишним лет жизни, если только этим и заниматься, ну, вычтем там розовую юность. И 7 лет он был счастливо женат, кстати говоря, да. Вот тот момент, который Феллини опустил. И откуда у него денег-то столько вообще, да, чем он занимался, чем он промышлял. Он проводил лотереи. Вот он ездил по разным странам Европы, по разным городам и предлагал королям, кайзерам, монархам проводить лотереи. Продавать лотерейные билеты. И это дико, значит, обогащало казну. Ну, и он брал 1%, кстати говоря, от всего, что они там разводили. Действительно, авантюрист во всех смыслах этого слова. Вот, но ни одной гомосексуальной связи у него почему-то нет. Это первый вопрос. Второй вопрос. А что там у нас с родителями? И тут Феллини, конечно, вот эту эдипальную сцену нам разыгрывает. Абсолютно холодная, отстраненная мать, которая сидит за стеклом и что-то там такое говорит, и непонятно даже что. И он говорит, я снова забыл взять у нее адрес. Да, то есть это два абсолютно посторонних человека. Вот между ними, ну, казалось бы, да, то есть ты вечно ищешь любви в объятиях женщины. И вот женщина номер один, вроде бы, да, вот поговори с ней о чем-то существенном, смыслообразующем, любовном. И это довольно формально. Там я хромаю, у меня пенсия 400 таллеров, и, значит, я не могу дойти до кареты, помоги мне, пожалуйста, добраться. И фигура отца, который вовсе отсутствует, и про него ни одного слова нет. И тогда на это место приходит римский папа. И в самой финальной сцене, в сцене сновидения, да, он женит папу римского и маму венецианскую. Для того, чтобы хоть какой-то миф создать о отношениях мужчины и женщины. Потому что все остальное – это абсолютная машинерия, механизм. Это вот птичка, которая головкой вертит и крылышками машет, да. И однажды, конечно, этот механизм ломается рано или поздно, да. Чтобы хоть что-то, как-то сформировать фантазм о романе между родителями, об отношениях мужчины и женщины, вот он себе во сне моделирует образ отца, который в одной карете с матерью. И вот это хоть какая-то модель семьи, от которой можно дальше отталкиваться, да. Потому что для чего ему женщины, абсолютно непонятно. Вот для меня самый главный вопрос этого фильма – для чего ему женщины. Удовольствия от них он не испытывает, да. Но одна, другая, третья. Действительно, Вячеслав правильно сказал, просто откидывает ее на обочину истории. И дальше непонятно, для чего ему это все было надо. А в скобочках скажу, что реальный Казанова-то чем вошел в историю? Девушек у него было не так много. Но зато вот все эти 120 его женщин он очень удачно выдал замуж. И поэтому к нему стремились попасть в постель. Потому что он очень удачно мог сосватать тебя какому-нибудь графу, герцогу. И ты, простая крестьянка, могла заключить очень выгодный маргиналистический брак. Поэтому по поводу этого фильма у меня два вопроса. На один мне Феллини ответил, и спасибо ему. На второй он не ответил. И я продолжаю этим вопросом мучиться. И надеюсь, что вы сейчас пойдете домой и тоже будете мучиться. Может быть, ваши сновидения вам дадут ответ на этот вопрос. Большое вам спасибо за внимание. Аплодисменты